Приветствую вас на канале инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. В России обнаружили коронавирус. Главное, какие меры по борьбе с инфекцией приняло правительство и что известно о заболевших. В пятницу, 31 декабря, стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Инфекция была выявлена у двоих граждан Китая, прибывших в Забайкаль и Тюменскую область. С первого дня пребывания в России оба находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Контактировавшие с ними лица тоже госпитализированы, что известно о состоянии заболевших. Накануне Роспотребнадзор сообщил, что заболевание у обоих граждан Китая протекает в легкой форме. Их состояние оценивалось как удовлетворительное. В субботу пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила, что один из пациентов с коронавирусом идет на поправку. Он продолжает находиться в специальном изолированном боксе, его состояние улучшается. У двух человек, находившихся с заболевшим в близком контакте, вирус не выявлен. После того, как в России были выявлены первые заболевшие, правительство приняло ряд мер, которые должны помешать распространению вируса. Вот эти меры. Авиасообщение с Китаем с 1 февраля ограничено. Остались только регулярные рейсы аэрофлота в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярные рейсы китайских авиалиний в Шереметьево. Власти эвакуируют российских граждан из китайского города Ухани провинции Хубей. Эвакуация началась 1 февраля в 5,00 МСК. Для этого в Приморье были открыты три пункта пропуска. Всех россиян, находящихся на Хайнане, вернут в Россию до 4 февраля. Правительство временно приостановит выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию. Будет ограничено пересечение российско-монгольской границы. Граждане Белоруссии и Китая, имеющие вид на жительство в России, будут проходить карантин при въезде через пункты пропуска, где было ограничено сообщение. Состояние заболевшего в Тюменской области остается стабильным. Эта студентка из Китая, она поступила к врачам в Тюмени с легкими симптомами ОРЗ, после чего состояние девушки стало ухудшаться. Об этом говорится в заявлении главного врача областной клинической инфекционной больницы Тюменской области Ольги Сиюткиной, ее слова приводит ТАСС. По ее данным, у двух молодых людей, которые контактировали со студенткой, никаких симптомов не появилось, они продолжают оставаться под наблюдением. Данные по заболеваемости на 1 февраля. Заболели 11 821 человек. Прирост за сутки 21,6%. Скончались 259 человек. Летальность составляет 2,2%. Вирус обнаружен в 23 странах. В России два зараженных. В целом, по данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев болезнью зараженных коронавирусом протекает в легкой форме. Менее чем у 16% наблюдается тяжелая форма. Продолжение следует...